МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Получил смертельные ножевые ранения известный харьковский врач профессор Станислав Романович Залевский. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Оперативная группа прибыла на место через 40 минут. Соседи из Иваки собрались еще раньше. Эксперт-криминалист Варапаев был на взводе. Убийство Залевского начальство сразу назвало исключительным случаем. Нет, убитый не был видным партийным деятелем. Тут скорее личная история. Пациенткой известного гинеколога была жена первого секретаря горкома партии. Это значит, будут стоять над душой все, думал Варапаев. В это время к месту происшествия подъехал следователь Белоконь из прокуратуры. Еще один показатель того, что расследованию все начальство придает особое значение. Привет. Что здесь у вас? Да ну что, убийство, труп. Идем посмотрим. Ну пойдем посмотрим. Что-то есть? Нет, пока ничего. На цементной ступеньке у выхода из подъезда криминалисту удалось найти кровавый оттиск подошвы. Возможно, это был след убийцы. Вот этот след обнаружили на месте убийства профессора Залевского. Для обычного человека малоинформативная картинка под тиск подошвы. Но опытный криминалист даже по такому скудному фрагменту может определить особенности телосложения и походки хозяина ботинка. Ну и размер. В данном случае 43-й. Именно по этому следу пошли опера Харьковского убойного отдела, чтобы найти убийцу известного врача. Такой учтивый. Всегда здоровался. Я ему, утро добренькое, Станислав Романович. Он в ответ шляпу поднимет и в больничку. Милицию и скорую вызвал дворник Лопатухин. Он же описал внешность человека, с которым столкнулся у входа в подъезд. Предполагаемый убийца был высокого роста, молодой, худощавый, с короткой стрижкой. В руках у него был коричневый портфель. Лопатухин не сомневался, что это был портфель Залевского. Каждое утро профессор выходил с ним из подъезда и шел на работу. И еще одна особая примета. По свидетельству Лопатухина, убийца-кавказец. Такой вывод дворник сделал, услышав акцент. Вот портрет подозреваемого в убийстве профессора Залевского. В те годы советская милиция еще не использовала технологию фоторобота. Поэтому портрет рисовал художникам. Настоящего сходства удавалось добиться редко. Плохая зрительная память, излишняя фантазия свидетелей, скудный словарный запас буквально искажали картинку. К примеру, вот фотография преступника, который в 1952 году был осужден за грабеж. А это портрет, по которому его разыскивали. Зато к такому портрету всегда шло короткое словесное описание, которое, впрочем, точностью тоже не отличалось. Тем не менее, оперативники были рады. Даже такой скудной информацией она помогала очертить круг подозреваемых. Подозреваемых хватало. На дворе был 1953 год. К осени 1953-го грабежи и убийства перестали шокировать людей. За полгода до этого в стране прошла амнистия небывалых масштабов. На свободу досрочно вышло более миллиона осужденных. И хоть самый популярный агитационный плакат тех лет гласил, что к прошлому дороги не будет, многие из вчерашних заключенных тут же брались за старое. Грабили, убивали, насиловали. Улан-Удэ, Чита, Барнаул и многие другие сибирские города перешли фактически на военное положение. Окна первых этажей милицейских управлений были заложены мешками с песком. Автоматчики круглосуточно охраняли здания. В кабинетах появились раскладушки, на которых ночевали сотрудники. Вечером, когда тело увезли в морг, вдова надеялась побыть одна. Но к ней в квартиру пришел следователь Белоконь. Его интересовало все. Записи на рабочем столе покойного, клетанцы, пометки в настольном календаре. Вдова профессора никак не могла понять, зачем нужно проводить обыск в квартире жертвы. Давай тогда здесь заканчивай, а я пойду туда. Товарищ, вы куда? Товарищ! Я хотел бы задать вам несколько вопросов, а где мы можем пообщаться с вами? Присаживайтесь. Спасибо. Следователь просил вдову сосредоточиться и вспомнить, было ли в последние дни что-то необычное в поведении мужа. Нет. Может, ему кто-то звонил, кто-то угрожал? Нет, не замечал. Семенович, тут такое, посмотри. Следователю пришлось прерваться. Смотри, что я нашел. Заграничная. Эту бритву муж привез из-за границы. Он часто туда ездил. И коллеги ему завидовали. Электробритва. Импортная. Она так впечатлила опера при обыске. А все потому, что в начале 50-х электробритва большая редкость. В Советском Союзе их тогда еще не выпускали. Харьковский завод электроаппаратуры сможет наладить серийное производство бритв только в 56-м году. По воспоминаниям очевидцев, первые бритвы не стригли волосы, а скорее вырывали их, превращая бритье в муку. Понадобится не один год разработок и вот такой мохнатый персик, чтобы убедить мужчин пользоваться электробритвой. Это кадры революционной рекламы. Процесс бритья здесь был показан не на лице, а на персике. Создатели электробритв обещают своим покупателям легкое движение лезвия и бережное отношение к коже. За 60 лет ничего не изменилось. Вдова доктора рассказала, что бритву эту, так же как и исчезнувший с места преступления портфель, ее муж привез из-за границы. Залевского часто приглашали на международные конференции. Выезды за рубеж прибавляли Станиславу Романовичу завистников среди коллег, но все это интеллигентные люди из научной среды. И убивать они точно не стали бы. За 30 лет практики у мужа были только благодарные пациенты. Да и студенты его очень любили. Хотя был один случай. Женщина вспомнила, что неделю назад они с мужем возвращались домой из театра. В 50-е годы поступить на учебу в институт или университет было делом непростым и мешали этому не только большие конкурсы, но и самые разные квоты, по которым становились студентами. Национальная квота позволяла поднимать образование народа в Средней Азии и Крайнего Севера. Классовая квота давала приоритет выходцам из рабочей семьи. При поступлении учитывалась также служба в армии, трудовой стаж, направление из колхоза, правильное поведение родственников, партийность. Одним словом, зачисление на первый курс было настоящим счастьем. Поэтому отчисление становилось трагедией. Шансов восстановиться не так уж много. Вон какая очередь желающих стоит. Отчисленный студент был способен на любой отчаянный поступок. Через пять минут он вернулся домой весь на нервах. Следователь попросил описать студента. Алла Аркадьевна покачала головой. Она сказала, что было темно. Лица не запомнила, только силуэт. Высокий, худой, коротко стриженный. Больше я ничего не заметила. Было темно. На следующее утро были готовы результаты экспертизы. Смерть Залевского наступила в результате нанесения трех ножевых ран. Задеты жизненно важные органы. Сердце, печень, сонная артерия. Глубина ранения, характер говорит о том, что дары нанесились вот таким вот ножом. Такое впечатление, что работал не урка, а кандидат медицинских наук. Белоконь тут же вспомнил историю об отчисленном студенте. Конечно, мотив казался слабоватым, но знания анатомии, да и орудия, которые выбрал убийца для преступления, подсказывали следователю, что за эту ниточку стоит потянуть. Выяснить фамилию отчисленного студента не составляло труда. Им оказался Андрей Позирайло. В доказанте хранилось его личное дело и фотография. Напомню, что свидетель Лопатухин утверждал, что профессора убил кавказец. Но сразу было видно, что между фотографией Позирайло и портретом возможного убийцы есть что-то общее. Из личного дела Позирайло следовало, что поведение студента не соответствует званию комсомольца и советского студента. В деканат, оказывается, поступили сигналы о том, что парень проявляет излишний интерес к общению с иностранными студентами. А вот свидетельство однокурсника. Андрей Позирайло помогал польским студентам сбывать золотые слитки, за что получал их личные вещи в подарок, чем позорит. В общем, дальше все понятно. Иностранцы говорили, что советского человека легко узнать в толпе. Он не улыбается. А если и улыбается, то его выдают золотые зубы. Если советский эмигрант получал работу, которая предполагала общение с клиентами, то работодатель настоятельно рекомендовал ему избавиться от золотых зубов. Многие предпочитали отказаться от работы, чем от золотых коронок. И это понятно. В СССР они считались предметом гордости. В 50-е поставить золотую коронку легально практически невозможно. Свободного оборота золота в стране нет. Предприимчивые зуботехники шли на риск и покупали золотые слитки у заезжих поляков. Посредниками в таких операциях обычно выступали студенты мединститутов. Следователь Белоконь приехал поговорить с отчисленным студентом и узнать, где он был в то утро, когда убили профессора Залевского. Но парня в квартире не оказалось. Отец сказал, что неделю назад выгнал сына из дома. Оказывается, Позирайло-старший работает стоматологом. И от своих коллег узнал, что сын предлагал им купить золотые слитки. Это позор. Позор семьи. Его посадят и правильно сделают. То есть вы не знаете, где он сейчас и у кого он может быть. Мать подтвердила, что уже неделю не видела сына. Где он живет и чем занимается, не знает. Отец строго-настрого запретил общаться с Андреем. По свидетельству соседей, отец часто ссорился с сыном. Доходило до драки. Силу свою не сдерживал, так что парень с детства знал, что такое отцовский кулак. Каждый вечер крики, рухонь, драки. Соседи рассказали, что в последнее время Андрей начал давать сдачи. Скандалы от этого становились еще громче, слышны были на весь двор. Но вот уже неделю, как все затихло. В квартире провели обыск. В первую очередь осмотрели обувь Пазирайла. 43 размер. Размер ноги Пазирайла младшего 43. Точно такой же, как и размер следа, обнаруженного на месте преступления. Хотя обуви с похожей подошвой в доме не нашли, мать сказала, что осенние ботинки сын забрал с собой. Во время обыска оперативникам подвернулась интересная находка. Месячный проездной билет на электричку. Его обнаружили среди личных вещей матери. Месячный проездной на электричку редкость в то время. Из Харькова с ним можно было уехать только в одну точку, город Мерефа. Годом ранее, в 52-м году, туда запустили первую электричку. Многие харьковчане получили в Мерефе огородные участки. И частенько выбирались на свои 6 или 12 суток. Кому как повезло. Обыск в квартире Пазирайла был закончен. Вот здесь и вот здесь. Разпишитесь, пожалуйста. Следователь Белоконь, давая на подпись протокол, как бы невзначай поинтересовался у старшего Пазирайла, есть ли у них родственники в Мерефе. Ну, может быть, огород, дача. Какие из нас огородники? Хорошо. Спасибо. Родители отчисленного студента что-то скрывали. Проездной в Мерефу денег стоит, и зря бы его не покупали. Но следователь убедился, что прямым вопросом ничего не добьется. Поэтому решил проследить, кто же пользуется билетом. За родителями установили слежку. На следующий день в 7.45 из дома вышел Пазирайла старший и направился на работу. Через 20 минут на улице показалась его жена. Передвигаться быстро ей мешала увесистая сумка. Через 5 минут женщина вышла на улицу Абрикосовую и смешалась с людьми, которые спешили на электричку. В начале 50-х в городах Союза все чаще появляются улицы с поэтическими названиями. Абрикосовая и виноградная – не плод воображения музыканта Юрия Антонова. Это результат дачного бума, который начался в 1949. Именно в этом году Совет Министров СССР принял постановление о коллективном и индивидуальном огородничестве. Проще говоря, рабочим и служащим выделялись участки, на которых можно было выращивать овощи, фрукты, заниматься пчеловодством. В подъезде дома убит известный харьковский врач-гинеколог Станислав Залевский. По свидетельству очевидца, убийца – высокий худощавый кавказец. Как показала экспертиза, он очень точно наносил удары в жизненно важные органы. Возникла версия, что расправился с Залевским коллега-врач. Жена подтвердила, у Станислава Романовича было много завистников, а также вспомнила встречу мужа с отчисленным студентом. Следствие установило имя молодого человека – Андрей Пазирайло. Его родители сообщили, что не знают, куда уехал их сын. За ними установили наблюдение. Через полтора часа мать Пазирайло вышла в Мерефе. Она пропустила вперед людей с огородным инвентарем, а сама направилась в сторону местной больницы. Красавица. Подскажите, а барышня с большой сумочкой куда пошла? Девушка ответила, что это мать нового санитара, и, скорее всего, она пошла в Сестринскую. Оперативник попросил воспользоваться телефоном. Оперуполномоченный Алексеев. Андрей Львович Пазирайло? Да. Вы задержаны. Проедем в отделение. Через два часа бывший студент уже давал показания следователю Белоконю. Когда парень узнал, что его подозревают в убийстве профессора, он просто возмутился. Зачем мне его убивать? Я у него учиться хотел. Пазирайло не отрицал, что у него был конфликт с профессором. Когда Залевскому доложили, что его студент занимается с иностранцами темными делами, он не стал разбираться, а просто распорядился отчислить Андрея из института. Так и сказал Андрей Львович, для вас медицина кончилась. Обиднее всего для Пазирайло было то, что польских студентов просто пожурили. Они остались учиться. А он мечтал о медицине с детства, и его вышвырнули. И посыпались беды. Вслед за профессором перед его носом захлопнул дверь родной отец. Чтобы доказать всем, что медицина его призвания, он уехал в Мерефу и устроился санитаром. Ему и жилье предоставили прямо в больнице. А где вы были 13 сентября в 7 часов утра? Пазирайло ответил, что был в больнице. Как раз заканчивалась его ночная смена. Белоконь показал отчисленному студенту, изъятый из больницы, журнал дежурств. Это ваша подпись? Нет, не моя. Согласно журналу дежурств, в это время Пазирайло на работе быть не мог. В журнале стояла подпись его напарника, Олега Шумко. Андрея эта информация не смутила. Он сказал, что той ночью подменял товарища. При дальнейшем изучении улик и обстоятельств, версия причастности Андрея Пазирайло стала трещать по швам. Обуви с такой подошвой, как у убийцы, у подозреваемого не нашли. Пациенты из больницы в Мерете подтвердили, что в день убийства дежурил именно Пазирайло, а не его сменщик Шумко. Значит, говорите, это ваше подозреваемое? Моя подпись, да. Он меня подменял просто. Занят был я просто, не мог. Можете идти? Олег Шумко признался, что они с Андреем поменялись без ведома начальства, поэтому в журнале дежурств и стояла его подпись. Пазирайло отпустили. Следователям нужно было работать над новой версией. Она появилась вместе с этой находкой. На Сумском рынке Харькова, рядом с домом покойного Азалевского, участковый обнаружил портфель, который принадлежал покойному. Портфель британского производства, качественная отделка, настоящая кожа, кстати, можно проверить. Редкая вещь. Такой портфель в обычном советском магазине не купишь. Прочесывая Сумской рынок, участковый инспектор не поверил своему счастью. Среди разного барахла лежал рыжий заграничный портфель. Вероятно, продавец только его выложил. И сразу же диковинку обступили потенциальные покупатели. Пришлось им объявить, что товар не продается, а торговцу сообщили, что портфель, возможно, будет проходить вещдоком в очень серьезном деле. Испуганный продавец тут же рассказал, что вещь ему принес местный Забулдыга. Отрыл на свалке возле рынка. Еще хвастался, что нашел внутри кошелек с деньгами. Кошелек, конечно, Забулдыга выпотрошил. А все остальное содержимое портфеля в довесок продал торговцу. Там была печатная научная работа и целый набор медицинских инструментов. Я продать его хотел. Здесь медики ходят. Правда, шарахаются от него. Один потом сказал, что это инструмент гинеколога. В 1953 году за вынос гинекологических инструментов за пределы больницы строжайшим образом наказывали. Аборты тогда были запрещены. Таким способом правительство пыталось улучшить показатели рождаемости, поскольку количество прерываний беременности по желанию женщин исчислялось сотнями тысяч. За нелегальный аборт наказывали и пациентов, и медиков. Доктор мог попасть в тюрьму на три года. Но, несмотря на страх и запреты, аборты все же делали. Днем под видом обычного осмотра, во время ночной смены на дому. О темных делах врачей знали все, но предпочитали молчать. Кто знает, когда придется обратиться. Если убийца не присвоил себе портфель и даже кошелек, значит, нажива не была его целью. Пришло время узнать больше о профессоре Залевском. Почему он носил медицинские инструменты, если это было так рискованно? Следователь Белоконь решил сначала поговорить с молоденькой дежурной. Скажите, просил ли вас Залевский проверять сумки врачей, которые закончили работу и шли домой? Да. Станислав Романович заставлял нас прямо в сумки лезть. Девушка сказала, что персонал проверяют до начала и после окончания рабочего дня. А еще ведут журнал учета мединструментов. За это отвечает Алла Аркадьевна, вдова профессора. С тех пор, как завотделением назначили Залевского, все стало очень строго. Предыдущий заведующий и его сын попались на черных абортах. Их судили, дали срок. Залевский сразу после своего назначения собрал персонал и сказал, что не допустит беззаконие в отделении. С тех пор проверки проводят четко. И что, действительно, к профессору была такая большая очередь, что невозможно было попасть? Да, к нему на машинах приезжают с личными водителями. Такие букеты несут. То есть, несли. И что, за это время не было ни одного недовольного пациента? Да, был один. Прибежал сюда, обзывал профессора плохими словами. Но он и не пациент вовсе. Девушка вспомнила, что примерно неделю назад в отделение вбежал мужчина и требовал встречи с Залевским. В это время профессор был на кафедре в институте. Тогда мужчина спросил, где находится ближайшая станция скорой помощи. Медсестра ему ответила, и он убежал. Скажите, этот человек приходил к Залевскому? Похож. Да, это он. В какое отделение скорой помощи его направили? В третьей, здесь рядом. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Через 10 минут следователь уже листал журнал вызовов станции скорой помощи. Выяснилось, что 6 дней назад сюда поступила 24-летняя Асмати Микадзе. Девушку доставил брат. У нее был жар и сильные боли в животе. Спасти Микадзе не удалось. Причина смерти в журнале указана не была. Патологоанатом еще не оформил заключение о вскрытии. Следователь направился в кабинет патологоанатома Комарова. Как только Белоконь приблизился к двери, он услышал доносившиеся крики и ругань. А ну стой! В подъезде дома убит известный харьковский врач-гинеколог Станислав Залевский. Под подозрение попадает Андрей Позирайло, которого по инициативе Залевского отчислили из института. Оказалось, что он работает санитаром в больнице небольшого городка Мерефа. И в день убийства находился на дежурстве, подменяя своего напарника. Следователь подозревает, что Залевский мог подпольно заниматься абортами. За день до убийства доктора искал Атар Микадзе, обвиняя его в смерти своей сестры. Следователь находит Атара, когда тот угрожает патологоанатому. А ну стой! К горячему парню связали руки ремнем и усадили на стул. Пока он приходил в себя, патологоанатом рассказал, что кавказца зовут Атар Микадзе. Он брат покойной Асмати. На врача он накинулся с ножом после того, как получил на руки заключение о смерти сестры. Микадзе не устраивала формулировка в графе «Причина смерти». Причина – кровопотеря в результате перфорации матки во время аборта. Я не уйду отсюда, пока вы не перепишите заключение. Микадзе был задержан по обвинению в покушении на убийство патологоанатома. Молодой человек твердил, что убивать не собирался, хотел только припугнуть. Следователь сказал, что готов будет квалифицировать действия Микадзе как хулиганство, если он расскажет ему о Залевском. Кто? Залевский? Да я ненавижу его вообще! Фамилия погибшего профессора привела парня в бешенство. Он тут же рассказал, что... Месяц назад пришел домой и учуя странный запах. Атар несколько раз позвал сестру, но та не отозвалась. Брат нашел ее, лежащий на полу. Асмать! На кухонной плите Микадзе увидел кастрюлю со странным варевом. Асмати лежала еле живая. Когда девушка пришла в себя, то рассказала, что беременна. Атар долго добивался имени отца. Кто он, я тебя спрашиваю? Кто он? Асмати не говорила до тех пор, пока Атар не пригрозил все обо всем написать родителям. Отцом оказался студент из Вьетнама. Он учился в Харьковском авиационном институте и месяц назад улетел на родину. Следователь спросил Микадзе, кто делал аборт сестре. Убитый горем парень не стал скрывать и назвал имя Залевского. Залевский приехал к Микадзе домой. Профессору ассистировала его жена Алла. Все заняло не больше получаса. За свою работу врач попросил 500 рублей. Половину месячного оклада заведующего отделением. Микадзе сказал, что таких денег у него нет. Зато в доме была новенькая отцовская электробритва. Ею и рассчитались. На следующий день у девушки разболелся живот. Микадзе позвонил профессору. Тот прописал настойку водяного перца и потребовал больше ему не звонить. Через день состояние сестры стало критическим. Атар посадил ее в машину и отвез в отделение к Залевскому. Там доктора не оказалось. Когда он привез сестру в пункт скорой помощи, девушка умерла. Атар признался, что последние пять дней с утра и до вечера сидел под окнами патологоанатома. Он умолял врача написать в справке, что сестра умерла от перитонита. Врал Микадзе или говорил правду? Опознает ли этого подозреваемого дворник Лопатухин? Узнаете ли вы кого-нибудь из присутствующих здесь мужчин? Дворник Лопатухин не узнал в Микадзе человека, с которым он столкнулся сразу же после убийства Залевского. Следователю предстояло начинать с чистого листа. Сергей Иванович, вам телетайф из Москвы. Следователю Харьковской прокуратуры Белоконю С.И. На ваш запрос от 13 сентября сообщаем, что подошва «Летая», отпечаток, который вами был приложен, изготавливается на термопласте Норильской обувной фабрики. Данная подошва не поставляется на другие фабрики. Обувь с данной подошвой выпускается для закрытых специализированных учреждений Красноярского края. В том числе и для трех лагерей Норильского района. Специалисты Московской прокуратуры распознали в этом фрагменте аббревиатуру НОФ. Норильская обувная фабрика. Обладатель этих ботинок мог отбывать срок в одном из лагерей Норильска. Теперь следователю нужно было выяснить фамилии людей, которые недавно оттуда освободились. Министерство юстиции СССР. Прошу сообщить о лицах, освободившихся из колонии Норильска, уроженцев Харьковской области или лиц, определенных на проживание после освобождения в Харьковскую область. Оказалось, что весной и летом 1953 года по амнистии из норильских лагерей освободились всего два жителя Харькова. Турчиненко Олег Александрович, 1902 года рождения, бывший директор хлебозавода. И Кабаджан Олег Александрович, 1924 года рождения, бывший медик. Следствие запросило дело Кабаджана. Оказалось, что в 1950 году он и его отец, заведующий отделением акушерства и гинекологии, были осуждены по делу о черных абортах. Кабаджаны получили по пять лет лишения свободы. Из материалов дела понятно, что обвинение строилось на показаниях профессора Залевского. И после того, как Кабаджана-старшего осудили, именно Залевский занял его должность заведующим отделением. По условиям амнистии, Кабаджан в ближайшие два года должен был отмечаться в милиции. Но последние три месяца о нем ничего не было слышно. Работу в котельне он бросил, комната в бараке пустовала. И здесь следствию помогла особая примета Кабаджана. В детстве он прислонил горячую ложку к шее и получил сильный ожог. Остался шрам, который напоминал полумесяц. Такой шрам оперуполномоченный Алексеев видел на шее у санитара Меревской больницы. Значит, говорите, это ваша подпись? Моя подпись, да. Он меня подменял просто. Занят был я просто, не мог. Только фамилия этого санитара была не Кабаджан, а Шумко. А вот имя отчества совпадало. Олег Александрович. Оперативники прибыли в Мерефу. Шумко Олег Александрович, вы арестованы. Скажите, кто-либо из здесь присутствующих вам знаком? Да вот он, зверюк. Вот этот? Да. Вы уверены? Да точно, он. Понимая, что все улики против него, Шумко сознался в убийстве Залевского. Он рассказал, что два месяца назад женился и взял фамилию жены. С фамилией Кабаджан работать в больнице он бы никогда не смог. Наша семья дружила с Залевским. В детстве я даже называл его дядя Стасик. Я точно помню день, когда решил убить профессора. В этот день Кабаджана без объяснений повели в кабинет к надзирателям. Когда к нему обратились по имени, Кабаджан понял, что произошло что-то ужасное. Армену вручили открытый конверт. В письме сухо сообщалось, что в лагере от сердечного приступа умер его отец. После освобождения Кабаджан устроился санитаром в Мерефе. Несколько раз он выбирался в Харьков, чтобы проследить за профессором. Однажды вечером Олег стал свидетелем разговора Залевского с отчисленным студентом Пазирайло. Вы никогда не станете медиком. Ясно? Никогда! Кабаджан решил поддержать парня. Парень, парень, извини, пожалуйста, чисто случайно разговор твой слышал. Я сам медбрат. В больнице работаю. Пошли к нам, у меня как раз сменщик уволился. В больнице? Да, в Мерефе. Пойдешь? Подумать надо. В день убийства Залевского Кабаджан поменялся с напарником дежурствами и приехал к дому профессора. Он наблюдал за тем, как спокойно Залевский выгуливал свою собаку. Затем Станислав Романович вернулся в квартиру. В это время парень спрятался на первом этаже и стал ждать. Кабаджан поймал взгляд Залевского и понял, тот его узнал. Его враг знал, за что умирает. Кабаджан трижды ударил профессора ампутационным ножом. Олега Кабаджана приговорили к десяти годам лишения свободы. Жену профессора Залевского за черные аборты приговорили к трем годам колонии. Через полтора года она вышла на свободу. Статья, по которой ее судили, была декриминализирована. Проще говоря, с 1955 года в Союзе официально разрешили аборты. Олег Кабаджан на свободу так и не вышел. В возрасте 35 лет он умер в тюрьме от туберкулеза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова